Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи Александр Кравчук «Волновой анализ», в рамках которого мы смотрим, куда же пойдут рынки, согласно этой теории рынка, волновому анализу, и наш коллега из города Северодвинска, Архангельской области, Александр Кравчук, уже с нами. Александр, приветствуем вас! Добрый день, Николаевич, здравствуйте! Всех приветствую, трейдеров, инвесторов, зрителей! Взаимно. Ну что, Александр, волновой анализ. Мы целый день сегодня ругаемся, продолжат предполагение, не продолжат. По каким инструментам, может быть, продолжат, а по каким-то нет. Что подсказывает нам волновой анализ? Какие мысли? Ну, давайте посмотрим традиционные наши пять инструментов, потом немножко картинок, ну, а там дальше, в принципе, наверное, и все. Может быть, какие-то вопросы возникнут. В общем, как в последний раз было, крайне там, да, мы 3 декабря встречались, по тому же плану. Давайте посмотрим. А вопросы, конечно, будут. У нас всегда есть вопросы, особенно по картинкам. Коллеги, ваши вопросы, Александр Кравчук, можно уже в чате писать. Бежит интернет, Александр пока не добежал. Вот, если увидите, прошу вам слова. Так, да, 3 декабря, как я помню, была у нас с вами встреча, и я прогнозировал окончание третьей волны, вот внутренние 3 в 3, снижение на коррекцию, называл я целью 1.19.75, и потом выход наверх в район 1.22. Давайте посмотрим, что из этого реализовалось, и как это сейчас все выглядит. Значит, конечно же, точно все не прошло. То есть, в принципе, окончание третьей волны, вот в этой третьей, было определено достаточно правильно. Прогнозировал я начало четвертой волны, снижение к 1.19.75, снижение прошло меньше, 1.20.50, менее глубокая коллекция оказалась, и впоследствии цена вышла на, в принципе, чуть выше 1.22 на пятую волну. По большому счету, я примерно здесь, смотря структуру, могу сказать, что это похоже на конечный диагональный треугольник, то есть, можно сказать, что мы как бы вот эту большую тройку мы завершили, вот эту всю восходящую. Теперь нам нужна значительная коррекция, наверное, в принципе, чуть больше даже, чем предыдущая, то есть, мы, наверное, вернемся опять же к уровням там 1.21, 1.20.50, вот, и после этого выход будет на финальную пятую волну, в район там 1.23, может быть, даже это будет 1.23.75, потому что такая цель, в принципе, просчитывается в зависимости от того, конечно, где становится четвертая вот этого старшего волнового уровня, вот. То есть, структурно прогноз подтвердился, достаточно, в принципе, точно, но с целями вот здесь на коррекцию я немножечко не попал, я взял чуть более глубокую коррекцию, рассчитывая на, в принципе, такое снижение, но, к сожалению, да, цена сделала коррекцию поменьше. Ну, для лонгистов нормально, да, меньше пересиживали, для тех, кто торгует все подряд, то есть, и вверх, и вниз, надо, конечно, движения, чтобы были чуть более волатильные. Ну, и вообще, да, если посмотреть структуру, слишком много шпиличных возвратов, здесь слишком глубокие проходы коррекции, вчера на ФРС, да, цена проходила и сегодня выкупили, я, в принципе, думаю, что мы где-то близко, перед, опять же, крупной коррекцией, перед разворотом. Что, тут уже счет может идти буквально на 200 пунктов, на две фигуры, потрогать, в принципе, наверное, есть где-то. По фунту немножко ситуация аналогичная, кстати, да, тоже ожидалась коррекция с третьей волны вниз, в район 31.50 она прошла, я, в принципе, рисовал этот уровень, он даже вот здесь остался отмечен, миновый максимум 35, следующая цель 37.50. Скорее всего, 37.50 мы достигаем, потому что мы очень быстро растем, очевидно, что покупатели пытаются, да, реализовать тренд этот перед окончанием года, потому что сделка по соглашению по Brexit, этому экономическому, соответственно, да, соглашению по тому, как будут разведены две экономики, и какая у них возникнет там взаимная интеграция, взаимная торговля, пошлина и все остальное между Британией и Евросоюзом оставшимся, соответственно, должна быть заключена до конца года. Продлевают каждый день, торгуются, соответственно, и по большому счету, скорее всего, будет большой негатив по результатам этой сделки. Поэтому цена, достигнув каких-то уровней для окончания вот этого импульса, скорее всего, 37.50, может испытать очень сильное снижение, ну, а там ему, в принципе, очень далеко. Ну, то есть, вот этот минимум, это цели итоговые, да, займет много времени, но вот туда вот, по большому счету, цена должна идти. Ну, это, извините меня, это 1.13, 1.15, с текущих 35 до 20 центов, это даже в фигурах уже, ну, много, короче, посчитайте сами. Так что окончание где-то здесь близко, ну, конечно, есть кто верит дальше, я, в принципе, сильного роста не вижу. По рублю, самая большая крупная ошибка моя была в прошлый раз, это мимо был рубль, потому что была поставлена где-то цель 75, стоп, в принципе, при, ну, критический уровень для этого сценария на 74.50, цена все это пробила. Я поменял сценарий, я перешел, соответственно, вот на такой вот растущий импульс, первая длинная, вторая, вот этот вот был третий, а сейчас мы рисуем большой треугольник, и потом из него только выход. То есть получается, что рубль будет оставаться волатильный в каком-то диапазоне. Цели для этого снижения, ну, тут уже очень близко подходят, да, то есть это примерно там 71, 72, то есть, опять же, ну, это примерно потому что мы рисуем здесь только третью волну, дальше будет еще тройка, еще тройка, то есть, скорее всего, это какой-то диагональный, это горизонтальный треугольник, который здесь флэтит, по большому счету. Вот сейчас такой сценарий, да, у меня, ну, это, конечно, может быть и, в принципе, остаться еще один-два, здесь, да, вторая волна, просто глубже, но что-то некрасиво. Я думаю, что, скорее всего, мы здесь рисуем вот такой вот треугольник, и потом выход из него, а финальные цели 90 рублей, то есть, по большому счету, в этом сценарии даже 100 не предусматривается, ну, и это закончит очень-очень длительный такой паттерн на ослабление рубля, вот, финальные цели. Ну, а пока где-то здесь мы уже оканчиваем укрепление, ну, укрепление, понятно, да, немножко искусственное, то есть, просто Центробанк наш вдавил, вдавил бы посильнее, потому что позиция спекулянтов против рубля стоит крупная сейчас, она самая большая в истории, но она все равно достаточно копеечная по меркам, ну, международного, там, да, рынков, вот этих вот Форекса, допустим, да, обороты, конечно, пары доллар-рубль не очень большие там, вот, но она, по крайней мере, Центробанк наш поддавливает, и для него, допустим, лишние, там, какие-то 5 миллиардов спекулянтов, наверное, совсем не лишние, поэтому пока вот еще чуть-чуть давят, ну, посмотрим, не знаю, позитива я по экономике не вижу, чисто такое, технические какие-то коррекции, но в прошлый раз угадать я, в принципе, не смог, так, по S&P у нас, по большому счету, завершается импульс, скорее всего, это вся пятая волна какая-то большая, здесь была крупная коррекция 4, вот мы нарисовали 1, 2, 3, горизонтальную 4, и сейчас мы финализируем конечный диагональник, у него, то есть, скорее всего, даже никаких там 3 800 не будет, где-то в районе там 3 750, это все, наверное, все и закончится, и после этого начнется длительное снижение цены, ну, вообще, как гланговая история, в моем понимании, здесь заканчивается, потому что и удлинять пятую волну, делать из нее вот здесь вот 1, 2, 3, 4, 5, это несоразмерно будет вот этому движению, да, такая длинная здесь пятая, в принципе, и не вписывается, как-то мультиплицировать это потом на коррекции, там, через комплексы, там, заходных волны, коррекции к ним, это сейчас очень сложно моделировать, потому что не видно ничего этого, более простая история, это по порядку, да, первая, вторая, третья, горизонтальная, четвертый, выход на пятую. Кстати, ну, не рекламы ради, а просто чисто по приколу, можете посмотреть майский эфир записи, здесь, кстати, на сайте Utrade TV есть архив, там рисунок нарисован вот где-то вот с мая, да, вот с этого вот периода, копия вот то, что рынок нарисовал, достаточно интересно получилось, как, в принципе, по волнам удалось построить, там прямо выход, коррекция прямо вот в районе вот этого максимума нарисована, ну, и потом вот выход наверх, в принципе, все один в один произошло, вот, полгода назад было, в принципе, все это смоделировано. Ну, и по золоту, действительно, да, прошел у нас импульс, коррекция к нему в район 1800 ориентировочный, я ее ждал, немножко не дошли, сейчас мы выходим на импульс, есть опасность того, что это тот самый третий, ну, вторая волна связка, вот, после вот этого зигзага W, здесь вот X, еще тройка Y, и дальше либо мы идем наверх, либо мы достраиваем еще какую-то тройку на Z. Маловероятно, скорее всего, история будет развиваться, и, в принципе, мы рисуем уже поход на новый максимум. Ну, опять же, посмотрим, посмотрим. Двоякая история, но в целом, да, так или иначе, мы должны дойти до границы вот этого нисходящего канала, это у нас 1900 при текущей цене, ну, в принципе, нифига не осталось, но, ну, так, короче, немножко еще есть, и состояние есть, ну, немного, буквально 30-40 долларов, это в негативном сценарии, если будет новый минимум. Ну, а если мы проходим, в принципе, пробиваем, уверенно заторговываем эту границу канала, да, ну, как там, есть теория, да, пробиваем, тестируем и дальше идем, как раз это примерно получится вот здесь на четвертой волне, мы это протестируем, нарисуем пятую, ну, и после коррекции дальше по тренду, тогда на новый максимум поход. Вот, надо просто немножко дождаться. Так, ну, и все, в принципе, по валютам, что у нас тут поэстерименту. Ну, и вот текущая разметка по евро-доллару выглядит примерно так, один из ее вариантов, то есть окончание, вот эта коррекция, да, к 1.20.60, выход на пятую, и вот сейчас впереди у нас, как минимум, четвертая волна, может быть, даже еще, как бы две будет, ну, я думаю, что, скорее всего, здесь, наверное, все-таки вся третья, и потом только на пятую выход. То есть такая ситуация. Так, ну, и давайте посмотрим картинки по фундаментальному анализу, которые, может быть, кому-то интересны. Значит, смотрите, это у нас рынок IPO, как мы помним, да, у нас сейчас идет такой бум, возрождение, да, опять IPO. То это, в принципе, связывается с тем, что на рынок поступила ликвидность, и люди пытаются продать свои компании на хаях рынков. Они тоже чувствуют, что, в принципе, такие были пузыри в 2000 году, да, пузыри .com, когда было очень много IPO .com. Подобные ситуации происходили там в седьмом году, ну, там, с шестого по седьмой, да, восьмом, помню, все это завалилось. Был пик еще в четырнадцатом, и вот мы сейчас, опять же, тоже показываем какие-то высокие значения. То есть это, в принципе, всплеск такой проведения IPO, как правило, коррелирует очень с хаями рынков. Так, что еще у нас есть здесь из интересного? Это, опять же, да, у нас соотношение графика S&P с индексом Smart Money, индекс SMI, который рассчитывается. Здесь видно, да, что по мере роста рынка у нас так называемые умные деньги, они выходят и не играют в эту историю. То есть этот весь рост идет, но на ритейл-трейдерах они, к сожалению, всегда идут в конце. То есть сейчас самое крупное, то есть до них дошли какие-то деньги, они видели какие-то инвестиционные истории. СМИ, когда уже накачивают, да, и всем объясняют, что все супер, рынки растут, всегда будут расти, потому что всегда будут стимулы. Почему-то профессионалы это понимают, что это невозможно, да, и этот рынок все равно не будет продолжать. Они выходят, а ритейл-трейдеры в это верят и покупают, покупают, покупают. То есть, грубо говоря, вот эта вся история, да, когда говорят, что типа инсайдерам, крупным инвесторам необходимо об кого-то выйти на хаях рынков, да, потому что у них крупные портфели, им нужно это все разгрузить, вот эта история разгрузки и наблюдается. Как раз они разгружаются. То есть они продают свои активы, свои пакеты, ритейл-трейдеры покупают. То есть это, опять же, сопряжено с долгосрочными, фундаментальными, серьезными разворотами. То есть не на коррекции, там, 10 пунктов, там, на какой-то шпильке, да, а вот именно на трендовые развороты, на долгосрочный период. Так, что еще есть у нас? Ну, тут локация активов, сейчас она достаточно, да, ультимативная, 97% находится, соответственно, в активах. Это из, соответственно, средств, управляющих, ну, по рынку. Хаусхолдеры – это домохозяйство, иностранные инвесторы, mutual funds, взаимные фонды, то есть активное управление активами и пенсионные фонды. По ним, как бы, расчет, и они все, они все в рынке. 97% их активов заряжено в equity. В фонды, в активы, в фондовых рынках. То есть все в бумагах. Опять же, да, табличечка, показывающая, как сейчас выглядит, соответственно, структура, и мы видим, что у нас количество денег в активах экстремальное. То есть опять какие-то максимальные эвалюации, которые достигались на истории. Да, мы находимся в районе двух, примерно эта метрика показывает, что это примерно соответствует средним экстремальным значениям. То есть мы опять на максимумах рынка, то, чего никогда не было. Это я оставлю, но комментировать не буду, пропущу. Это соотношение графика доу к золоту. Это просто показывает о том, как прекратилась история фундаментального здорового роста рынка. Как она начала, грубо говоря, флетить и раскачиваться из-за того, что произошло изменение монетарной политики и разрушение, соответственно, здорового роста рынков. То есть рынок рост искусственно, ну и, соответственно, все это подлежит прекращению, ну, какому-то, видимо, финальному, своему логическому завершению. Насдак, сколько находится в истории на максимальных значениях? Вот у нас, по большому счету, новый пик, это 52 недели, но мы роста. Тоже СМИ-метрика, показывающая какие-то экстремальные значения у фондовых рынков. Соотношение опционов колл, без комментариев, да, исторический максимум, все в покупках, в опционах, ну, окей, хотя бы нелинейно покупают, то есть потеряют только премии, но беспрецедентное количество, да, этих, соответственно, граждан, участников. Ну и индекс доллара от Бумберга, мы находимся сейчас в конце нисходящего тренда, и мы видим беспрецедентно крупную эвалюацию против рынка. То есть это максимальная нетопозиция на продажу доллара, то есть как вы, покупая какой-то актив в долларах, вы автоматически занимаете по нему короткую позицию, да, ну, это как бы так считается. Это, думаю, не надо объяснять такие базовые вещи. То есть все максимально в активах и максимально стоят против доллара. При этом доллар снижается и, видимо, может, конечно, еще и продолжить, но я просто не сильно представляю, куда еще это будет разбиваться, да, это нетопозиция. Как правило, такие вещи происходят, разворот для перераспределения. Тут, если бы отмотать еще до 11-го, видно, что такие же периоды, вот какие-то всплески воспринимаются с разворотными периодами. Ну, там был низ, да, здесь была низы по индексу, ну, то есть корреляция, да. Когда какая-то чаша весов перевешивает, система переворачивается и перераспределяет для равновесия в другое. Маятник идет в другую сторону, отклоняясь от своей крайней левой или правой точки. В данном случае мы находимся в районе где-то крайней нижней точки. То есть очень скоро доллар развернется, ну, скоро это в рамках, понятно, да, этих метрик. Это не дневные какие-то периоды, здесь периоды, ну, там, годами считаются, но все равно в течение нескольких месяцев, я думаю, мы точно увидим разворот по индексу доллара, разворот фундаментальный. То есть он пойдет на свою максимальную точку, а все эти нетопозиции будут перераспределены как минимум в какие-то средние значения, то есть ноли чуть-чуть формально выше. Представляете, какой будет откат сильный. То есть это будут фигуры, фигуры, фигуры против всех активов. Ну и, наверное, показывает, да, тоже Сити Групп, ну, такой более уже попсовый телевизионный график, чисто показывающий, как рынки плавают от эйфории к панике. Сейчас мы находимся на достаточно серьезных эвалиюациях так называемого состояния эйфории. То есть инвесторы не просто покупают и довольны этим, они еще верят в то, что это правильно, это качественно, это комфортно, и это будет сохраняться. То есть такое впечатление, как будто, ну, не знаю, деньги будут раздавать себе бесплатно, в прямом смысле. Что-то ФРС пока не спешит, как вы видите. Подождем, понаблюдаем. Ну и, наверное, последний график, это главное объяснение того, почему некоторые русские трейдеры страдают на рынке. Как сказал Питер Линч, а это известный миниканский финансист и инвестор, да, всю математику, которая нам нужна на фондовом рынке, мы изучаем в четвертом классе. Я вот так же, как и многие другие, перескочил четвертый класс и с третьего сразу же пошел в пятый. Здесь кроется часть ответа на часть проблем с точки зрения торговли на финансовых рынках. Ну, это, конечно, как вы понимаете, шутка. Вот на этой позитивной ноте хотелось бы закончить. Я понял вас, Александр, спасибо. Ну, в общем, вы привели слова Питера Линча как подтверждение того, что в математике трейдинги нет, при этом сами занимайтесь нейросетью. Вот так, друзья. Человек соткан из противоречий. Спасибо большое, Александр. Спасибо за ваш обзор, очень интересно. И вот ваша фундаментальная часть, которую вы показываете, тоже очень интересна, конечно. Я думаю, что для многих это было открытием, целый ряд графиков. А давайте ответим на вопросы. Алексей Латышев спрашивает, Александр, вы из замка когда будете выходить и как? Имеется в виду ваш конкурсный счет? Кстати говоря, поздравляем вас, вы лидируете. 20,72% у вас на счете. Надеемся, что у вас и дальше пойдет так же все в положительном зеленом свете. Ну, вот Алексей имеет в виду практику торговли. Значит, смотрите, замок на счете раскрыт. Сейчас чистая шорт-позиция на весь объем, который у меня изначально торговался. И единственное, что короткий стоп. Стоп стоит на 1,2260. Ну, там, часть позиции на 2,250, на 2,260. Я пытаюсь, грубо говоря, развернуться на коррекцию, чтобы там куда-нибудь к 1,20, с половиной, к 1,21 сходить. То есть, вот и вся идея. Вот эту четвертую волну по евро-добру, которую я показывал, да, я ожидаю. Я пытаюсь ее просто отработать. Раскрылся я вчера на ФРС. Ну, понятно, что поймал не самые лучшие какие-то значения, да, не самый high, не самый low. Ну, в общем, короче, вышел как вышел, с небольшим плюсом по позициям, которые были в long. Вот. Ну, вот сейчас стою чисто в шорт. Так что раскрыто, а там дальше будет. Если рынок пойдет вниз, значит, я начну прессовать. Если продолжит расти, то я закроюсь через буквально там 20-500. Ясненько. Я торгую абсолютно так же, как рисую в обзорах своих. У меня именно такое видение рынка, я его честно здесь показываю. Оно связано с тем, как бы, со своим опытом, с тем, что нейросеть выдает на эвалюациях. Ну, в общем, вот так, короче. Чего могу, то анализирую все свои опыты. Я понял. Александр, я вас очень прошу не зайти в минус, а все-таки держаться в плюсе, поскольку чемпион мира должен иметь положительную доходность. А у нас сейчас, к сожалению, у многих коллег отрицательная. Ну, год сложный, это не единственное. Игорь Николаевич, с чемпионами мира, по-моему, все ясно. У нас есть участник, который закроется с доходностью плюс 60. Это уже очевидно. Поэтому, если я ее не превышу, то я не победю. Я понял. А плюс 60, это кто? Я даже боюсь предположить, как вам вы говорите. Вольный трейдер. Ну, подождите. Ну, он не сам торгует, поэтому я понимаю. Тот трейдер, который торгует, закончит чемпионат, очевидно, с доходностью плюс 60. По балансу. И, соответственно, надо, если вы это не превышаете, то вы не выигрываете. Все просто, все понятно. Понятно. Да, да. Я понял ваш юмор. Естественно, Александр тоже, я думаю, услышит. И ответит вам должным образом. Я ему уже говорил во время эфира, что, так сказать, следующий счет открывайте сами, никому не поручайте. Он сказал, что все, да, следующий год, в январе, открывает счет, будет торговать сам. А то больше вопросов чем-то и больше юмора на эту тему, чем, так сказать, эффекта. Далее, друзья, ну, кстати, на этой теме пока мы. То, как показывает себя нейросеть в моменте, вас устраивает, что-то дорабатываете, всем довольны? Нет, нет, не устраивает. Этот вопрос с тем, вот, с той сеченной коррекцией так и не решил. Пока готовлю, соответственно, статистику для того, чтобы провести переобучение сети. Вероятно всего, сделаю это уже после года, после окончания. Тут осталось две недели. Ну, таких плюс-минус. И, в принципе, нет смысла уже ничего менять. После этого на новогодних будет большой пересбор обучающих библиотек. И, соответственно, добавлено будет вот этот вот паттерн с такими усеченными моделями. Я сейчас их вручную размечаю, потому что обучающий материал готовится, к сожалению, вот так вот вручную. Потом, соответственно, буду менять эту сеть, обучать ее. Ну, и дальше посмотрим. То есть это будет уже какая-то версия, допустим, наверное, 0.8. Вместо того, чтобы сейчас 0.78. Изменения будут однозначно. Не понравился мне этот момент. Я из-за этого попал в просадку. Ну, часть просадки моя, часть просадки вот этого вот неприятного момента. И получается, что надо как-то эту ситуацию решать на будущее, чтобы такого было как нужно меньше. Я понял вас. Спасибо, Александр. А следующий вопрос. Ага. Следующий вопрос. Гост 11.22. Александр, вопрос по рублю. А если от 55 движение вверх – это зигзаг? И если это все только А для волны В, этой коррекции мало? Если от 55 вверх – лишь зигзаг? Слушайте, может быть и зигзаг. На самом деле посмотрим. Пока, если вот мы не пробиваем там 67, ну 68, грубо говоря, то мы остаемся в какой-то флэкт-коррекции треугольника. Но я не верю в такое укрепление. Понимаете, да, я ошибся. Это как бы выглядит не очень приятно, когда цена на 2 рубля проходит против твоего прогноза. И в принципе было место, можно было дать прогноз более размазанный. Но я сделал такое предположение. Оно не подтвердилось. Цена чуть более глубже прошла. Я не вижу никаких факторов на укрепление рубля. Я понимаю, что никто не будет сжигать деньги из резервов Центробанка, при том, что надо сжигать деньги в валюте, а в валюте в стране ее, и этой валюты не хватает, и потоки этой валюты все время уменьшаются. А ее нужно-то немерено. Ну реально, у нас очень, у нас все долги какие есть. Вы посмотрите, долги Роснефти, крупных экспортеров, да, законтрактованность на будущие периоды. Они все валютные. Их, и они практически, ну, сейчас уже меньше стало, потому что активно отдавали, а перезанимать не могли. А то бы и перезанимали, поверьте. Но просто не могли из-за санкций. Они, конечно, сокращаются, но они в две трети, соответственно, вот этих резервов наших ЗВР, да, стабилизационного фонда этого всего, в две трети. Да, он коммерческий долг. Потому что понимаете, что это коммерческий превратится в государственный очень быстро. Не выйдет Роснефти, не скажет, всем, кому я должна, я обращаю. Она будет отдавать. Там дофига. И все это в долларах. Где их брать? То есть это будет пылесоситься, и вся иссякающая выручка, которая будет приходить, еще и покупаться будет. Вы не думайте, что это просто так. Да, 74, 72, может быть, 70, выглядит прикольно. Но 55, 50, да с чего бы, да нет. Нет, я боюсь, как бы 80-90 бы удержали вот эти. Не хотелось бы увидеть выше 100 рубль в перспективе там ближайших месяцев полгода. Вот серьезно бы сильно не хотелось. Я надеюсь, что мы 100 не пробьем, и цена все-таки потом вернется, потому что, ну, произойдут изменения. Я на них надеюсь, а там видно будет, произойдут они или нет. Потому что, в принципе, процессы идут, и они заметны. Я думаю, что, скорее всего, экономику нужно будет спасать путем политических изменений. Так как ее не отделить. Вот такая история. Я абсолютно не вижу никаких факторов на дальнейшее укрепление рубля. А эти там 2 рубля, которые пролетели, это не показатель. Это показатель для трейдеров, но никак не для экономических процессов, которые совершенно не в пользу нашей валюты. Я понял вас, Александр. Спасибо большое. На турецкой мире тоже есть коррекции. Но вы посмотрите на тренд. Я вот так скажу, да. Там ослабление, обрушение и ультимативное. Но коррекции тоже бывают. И тоже, казалось бы, что что-то произошло, так формируются рынки. Не бывает, чтобы они ходили безоткатно вообще. Вот мы сейчас видим какие-то коррекции, но и не более. Ясненько. Александр, до причины этих коррекций понятны. Я каждый день говорю Банку России, пока у доллара проблемы, с Трампом неопределенная политическая ситуация. Надо утрамбовывать доллар как можно ниже. Призывают Банк России вкладывать деньги активнее, активнее. Не сжигать, а удерживать жизненный уровень россиян на более-менее приемлемом уровне. И Банк России слышит меня, и продает этот доллар, и обрушивает его. Пока ситуация в США не стабилизировалась. Поэтому понятно, транзит власти все равно состоится, ситуация стабилизируется, доллар стрельнет по укреплению, это понятно. Но мы будем идти уже не с уровня 75, а уже с уровня 70 хотя бы. Уже было бы замечательно. Понимаете? Ну пролетят нам не 20, а 25 потом. Ничего это Игорь Николаевич не поменяет без серьезных структурных изменений. Тренд надо менять, понимаете? Не углублять коррекции путем сжигания золотовалютных резервов и каких-то там других процессов, а нужно просто менять тренд. Тогда не придется страдать, и тогда все откатики будут просто восприниматься как небольшие неприятности, а в целом все время будет идти стабильное долгосрочное укрепление. Но, увы, мы идем по другому пути. У нас все наоборот. Ну понятно. Я понимаю вашу глубокую мысль. Но таких реформ, о которых вы мечтаете, бывают в России нечасто, поэтому будут не будут неизвестно. А жить нам надо сегодня в рамках той реальности, которая есть. Поэтому, на мой взгляд, пока сегодня, во всяком случае, затоптать доллар коллективными усилиями на рынке, я думаю, получится. Ну а завтра, кстати говоря, пятница, пятничная коррекция. Посмотрим, что будет. Ну и в целом тоже, так сказать, тренды, они разворачиваются достаточно быстро. А вдруг, в рамках сегодня ночью семья убедит отказаться от претензий, типа, и признать поражение. А вдруг, сейчас рамки выходят, и доллар вух. А вы смотрите, какой план у него. Там, если посмотреть, как устроена вообще процедура выборов, то, что выборщики сейчас проголосовали по своим штатам, запечатали конвертики, да? Посылают их в Вашингтон, в Сенат туда. Дальше, соответственно, председатель вскрывает их и зачитывает. И должны, в принципе, все согласиться с тем, что действительно эти голоса выборщиков принимаются и идут в зачет. Если выступают, соответственно, определенное количество представителей Сената о том, что они не согласны, то начинается другая процедура. Голосует уже Сенат. И каждый Сенат имеет по одному голосу. А там большинство республиканцев. Это, конечно, сейчас случится сродни привороту какому-то государственному. Но я думаю, что план именно такой. Потому что СНН уже впрямую кричит. Трамп не собирается уходить после инаугурации Байдена. Он будет использовать какие-то дополнительные возможности для того, чтобы остаться. Я думаю, история выборов не закончена, и финал может быть достаточно драматичен. Я понял вас. Ну, почему мы не торопимся? Это будет 6 января. Но, Александр, хочу уточнить вас. Голосует не Сенат. Голосует... Это совместное заседание Конгресса. Да, Конгресс, извините. Да, я просто... Да, и поэтому, друзья, всегда... Ну, часто люди задают вопрос, а почему количество выборщиков 538 точно совпадает с количеством Сената и Конгресса? 100 сенаторов, 435 нижние палаты, плюс 3 голоса. Это округ Колумбия. Всего тоже 538 человек. Почему такое абсолютное совпадение числа выборщиков и числа членов Конгресса? Потому что, если что, голосует Конгресс. Чтобы оно абсолютно точно совпадало. А по общей совокупности большинство у Байдена, у Байдена по общей ссоре, это тоже давно просчитано. Естественно, уболтать там кого-то из демократов, ну, не будем конспирологию разводить там. Наверное, можно, в принципе. Но я думаю, все равно проголосуют за Байдена в этой ситуации. Но то, что 6 января тоже может быть коллизия, и доллар тоже может подвалиться в какой-то момент, это точно, это абсолютно с вами согласен. Так что наблюдаем. И Александр, гость 11-22, таки настаивает, он пишет, там структура зигзага, а не волны. Это мое мнение. Так и ладно, что, я же спорить не буду. Мы тут по волновым моделям сейчас потухнем, просто-напросто разбираться во всем этом. Ой, извините, у меня наушник сел. Сейчас, сейчас, переподключусь. Я понял, ясненько. Хорошо, Александр, друзья. Владимир Николаевич. Слышно меня? Александр, слышно меня? Александр, слышно меня? Ладно, да, извините. Я сел наушник и не слышу. Друзья, вот мы доработались до такого состояния, что уже наушники садятся, настолько тяжело, напряженно работаем. Александр, спасибо вам большое за ваш очень интересный обзор, комментарии по практике торговли. Так что с удовольствием наблюдаем за тем, что будут. Скажем так, друзья, декабрь и январь будут веселыми. 6 января, напомню, в России формально праздники, но мировая общественность и уже, конечно, финансовые рынки особенно будут наблюдать очень внимательно за всем, что происходит в Вашингтоне. Спасибо, Александр. Хорошего дня, удачи на рынке. Спасибо вам всем большое. Всем удачи трейдерам профитов, инвесторам, соответственно, ну, просто хороших альф в конце года. Спасибо, до свидания. До свидания.